В эфире дневник фестиваля Наука 0+. У нас в гостях профессор Халл Сособовский, преподаватель химии университета Брайтона. Доктор Халл, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. Мне это в радость. Итак, начнем. Химия и физика, рассказанная научно популярно. Так, чтобы детям было интересно и необычно. Как? Как вы пришли к этому? Ну, можно сказать, что это часть моего собственного пути. Когда я был студентом, да даже ребенком, я видел в физике и химии некий вызов. После степени бакалавра химии я постепенно дошел до степени доктора химических наук. Тут я взял небольшой перерыв в науке и какое-то время работал полицейским. По числой случайности мне дали вести лекции по химии в Южной Африке. И, когда я туда поехал, мне пришлось восстанавливать все научные знания. И только когда я все это изучил во второй раз, я все это понял. Тут мне вспоминается цитата французского ученого Клода Бернара, когда он говорил о веселье в науке. Он сказал, Наука жизни – ярко и блестяще освещенный зал, попасть в который можно только пройдя через длинную, темную и мрачную кухню. То есть, если вам кажется, что наука сложная, значит, вы все еще на кухне. Как только вы войдете в залу, перед вами засияет свет. Я постоянно говорю это моим студентам, потому что так происходит со мной, да и со всеми. Довольно интересный путь, надо сказать. К слову, о вашей работе. Вам вообще когда-нибудь ваш опыт работы полицейским помогал в работе с физикой и химией? Может быть, был какой-то особый опыт, который вы можете сейчас использовать? Нет, я намеренно вступил в ряды полицейских еще в качестве бакалавра. Так что я занимался самыми обычными делами. Теми же, которыми занимаются все полицейские. Эта работа не помогла мне в научной карьере, но она помогает справляться с самыми обычными повседневными ситуациями. Она воспитала во мне лидерство, настойчивость. Если что-то происходит на улице, то у меня есть и подготовка. Вообще говоря, на работе в университете у нас часто возникают такие ситуации, когда, ну, я даже не знаю, например, появляется кто-то посторонний или что-то такое. Люди смотрят на меня и ждут, что я им скажу, как разобраться с этим. Потому что каким-то образом у меня есть навык разруливания ситуации. Вообще, я даже учу некоторых своих коллег, технический персонал, тому, как разбираться со сложными ситуациями, тому, как читать язык тела и понять, что кто-то хочет на тебя напасть или же убежать. Так что работа полицейским довольно интересная часть моего прошлого, которая стала частью моего настоящего. Мероприятия, которые вы проводите, обычно называются научными шоу. Как много времени эти шоу забирают у вашей обычной научно-исследовательской работы? Ну, у меня нестандартная ситуация. Мне очень сильно повезло. У меня на кафедре профессорская должность. Я отвечаю за понимание общественностью науки. Так что в моей работе от меня и ждут, что я буду выходить в свет и работать с общественностью. Причем не только в школах, где много идет через телевизор или радио. Я работаю с учителями, чтобы помочь им повысить свой уровень. Чтобы они могли показывать более зрелищные опыты в классе. Потому что сегодня, уверен, что так и в России, учителя думают, что главное — здоровье, безопасность, избегание рисков. Я учу не избегать рисков. Я учу справляться с риском. Потому что только управляя рисками, у учителей получится показать более смелый, более захватывающий опыт. А что с исследованиями? Я исследую как раз общественное восприятие, понимание науки. Ставя эти опыты и тренируюсь. Раньше я занимался органической химией, то есть углеродной и органометаллической химией. По сути, это значит часами копаться в лаборатории в чашке Петри. И меня это вообще не привлекало. Я люблю науку в общении. Мое исследование сосредоточено на передаче науки людям и новых способах это делать. Между прочим, это все еще весьма популярно в Соединенном Королевстве. Так что у меня есть своя цель, свое место. И мне это нравится. То есть, в целом, когда стоит задача ввести какое-то открытие в химии, какую-нибудь новую химическую реакцию в общественное сознание, вы просто пользуетесь всеми исследованиями на эту тему и разрабатываете опыты, которые помогут людям лучше все это понять. Да, самое главное — найти какую-то концепцию. Вам нужно подобрать такой способ все это показать, чтобы узнать и понять, что это было просто. При этом должно быть полезно и цепляюще для людей, для широкой публики. Я полагаю, что в науке есть такая общая ошибка. Я понимаю, что мы должны, прежде всего, ориентироваться на детей. Но это не может быть нашим единственным направлением. Как раз, что мне нравится здесь, есть пожилые люди. И это все и для них тоже. У нас один раз была очень пожилая женщина, наверное, бабушка. Да точно бабушка. Мы ее зазвали к нам тоже заняться наукой. Потому что наука для всех, она не только для детей. Да, дети — наша самая главная цель. Но наука абсолютно для всех. Вы провели огромное количество научных шоу. Вопрос. Есть какие-то любимые номера, реакции у зрителей, фанатов шоу? Такие, что зрители ожидают, что вы точно покажете такую-то реакцию или такой-то опыт в определенный момент шоу? После шоу ко мне приходит коллега и рассказывает. Подошла маленькая девочка и говорит. Я видел это шоу уже четыре раза. Последние четыре года. Что случилось с последним опытом? И это очень мило, потому что это значит, что люди приходят на шоу. Они видели все это раньше и знают, что будет дальше. О, вот сейчас будет мое любимое. И это здорово. Я никогда не устаю от этого ощущения. Всегда на вопрос об усталости отвечаю. Нет, я никогда не устаю от этого. Я делаю это все время. Я люблю готовить жидкий кислород. Он очень красивого голубого цвета. Я в нем жарю печенье. Я никогда не устаю от этого. Я никогда не устаю ловить контакт с аудиторией и вовлекать ее. Заставлять ее смеяться, наблюдать за любопытством в их глазах. Вообще, я хожу в довольно трудные школы. И там сидеть и сидеть с лицом. А, это все чушь. А потом, просто три опыта спустя, они уже сидят и смотрят на все это широко открытыми глазами. Потому что наука захватывает их. У нас у всех внутри сидит ребенок, который очень хочет поиграться с набором химика. Это может быть что угодно. Взрыв, пламя, смена цвета. Вообще что-то, чего, по идее, быть не должно. Но как только вы поймаете детей этим, вы открыли эти двери, и вы уже можете их обучать. Ну, наверное, науке действительно нужны какие-то способы рассказывать эти истории. Ставите какие-то базовые, всем известные опыты. Например, у нас в школе были такие химические опыты. Перекрасить пламя в зеленый цвет с помощью медной проволоки. Сделать фараонову змею. И еще жидкую лампу. То есть волшебную лампу. Что ж, мы живем в такое время, когда у детей уже есть кино в 3D, Xbox, CGI. Проблема в зрелищности. Мы теряем радость зрелища в реальной жизни. С какими-то опытами, которые мы ставим, получается так, что все равно тебе удается заставить людей ахнуть. Даже детей. Они сегодня все привыкли к самым разным зрелищам. Есть один особенный опыт. Я сейчас о нем говорю не потому, что он происходит из России, но так уж вышло. Реакция Белоусова-Жаботинского. Я смешиваю три раствора, и ничего не происходит. А потом, неожиданно, получившийся раствор становится из прозрачного желтым, а затем черным. Тут все думают, что демонстрация закончена. Но нет. Раствор снова становится прозрачным, затем желтым и черным. Это каталитическая реакция. Белоусов и Жаботинский были военными химиками. Они просто наткнулись на это явление, исследовали его, и не могли опубликовать его, потому что никто не поверил. Три побочных химических реакции, три разных продукта, три разных цвета. Вообще, реакция Белоусова-Жаботинского смотрится так, будто бы не может быть настоящей и происходить, но тем не менее. Говоря о том, чем я занимаюсь вообще, надо сказать, множество людей занимаются наукой и демонстрацией опыта. Но очень часто это просто школьная доска. Просто зрелище без каких-либо объяснений. Я всегда слежу за тем, чтобы у каждого моего действия был какой-то образовательный эффект. И я пытаюсь дать этим детям понять несколько вещей. Между строк всех этих опытов помните о нескольких вещах. И они помнят. Первое. Мы переосмысливаем понятие кипения. Все думают, что кипение значит горячо. Но мы окружены азотом, а азот уже кипит. Я проразву в состоянии газа. Второе. Охлаждение означает холод. Но у меня на запястье часы из охлажденной стали. Я просто хочу бросить вызов их восприятию мира, их представлением о предметах. И когда они уходят, они помнят, какова температура кипения азота, а какова температура кипения кислорода. Почему жидкий кислород гораздо опаснее кислорода в газообразном состоянии. Я рассказываю истории. Нужно связывать химические знания с историями. Например, говоря о жидком кислороде, я начал рассказывать о Челленджере, помните? Он взорвался, потому что они взлетали, когда было очень холодно. Произошла разгерметизация топливного бака, жидкий кислород вылился, загорелся и взорвался. Когда рассказываешь истории, ты цепляешь зрителя за душу. Даже говорят, политика, которая рассказывает истории, переизбирают. Политика, которая использует другие способы? Нет. Люди помнят истории. Ну, наверное, науке действительно нужны какие-то способы рассказывать эти истории. Да. Вот я недавно читал историю Менделеева. В следующем году ведь исполняется 150 лет периодической таблицы элементов. Когда я читаю лекции, я не только рассказываю факты, я связываю их в истории, которые легче запомнить. Получается некое повествование. Что случилось, что происходит, что будет в будущем. Студентам это нравится. Мне это нравится. Это просто способ преподавания. Я так учу. И, судя по всему, людям нравится. И я проделал хорошую работу, так что я не перестану рассказывать истории. Я немного поменяю их, учитывая новую информацию, но мне нравится, как все это делается. Я люблю читать лекции, люблю вести научные шоу. А когда любишь давать лекции и проводить научные шоу, в тебе есть этот заразительный энтузиазм, который всех увлекает за собой. Если ты ненавидишь то, что делаешь, через несколько минут это станет понятно. И тогда все без толку. Опираясь на свой опыт ученого, эдакого фасилитатора, пиарщика для химии и физики, скажите, насколько поменялось восприятие детьми естественных наук? И много ли в химию и физику пришло людей именно за этим, за счастьем открытия и удовольствием от самого опыта? Тут дело в самой окружающей обстановке. Многое светится, многое можно взять в руки, и это привлекает людей. Что со временем меняется и точно в моей стране, чуть меньше у вас в России, женщины и человеческое разнообразие в науке. По-моему, тут в России никогда не было особых проблем. В российской науке всегда были женщины. А вот в Западной Европе каким-то образом наука всегда была мужским миром. Так не должно было быть, но тем не менее. Было всего несколько исключений, например, мадам Кюри, но и ей пришлось сражаться за это право. Сейчас все, конечно, поменялось. Неравенство — насущная проблема, и с ней борются. Был довольно печальный случай с итальянским профессором в Церне, который утверждал, что женщины не могут дать физике столько же, сколько мужчины. Такая позиция просто устарела. Все должны иметь возможность заниматься наукой, и надо думать о человеческом многообразии. Я думаю, что наука, приветствующая это явление, — большой прорыв. Это так. А что насчет последних открытий в физике и химии? Их ведь очень тяжело как-то продемонстрировать публике. Ту же кваргленную плазму или сверхтяжелые металлы, открытые в центрах ядерных исследований. Что может ваша работа предложить детям, чтобы они лучше понимали суть этих открытий? Можно ли показать эти новые сложные открытия, используя какие-то простые и привычные реакции? Забавный факт. Начался учебный год, и я занимался обзором таблицы элементов. Я писал, как за последние 20 лет мы продвинулись в открытии новых элементов. И так уж выходит, что этим занимаются в России, в Уединенном институте ядерных исследований, буквально в 130 километрах отсюда. И только во второй раз случилось так, что химический элемент назвали по фамилии ученого, который еще жив, — Оганессон. У нас вчера было интервью с его открывателем. Будь у меня время, я бы просто зашел к нему в гости. В последний раз такое случалось с Гленом Сиборгом, когда был открыт химический элемент Сиборги. По-моему, еще был ученик Георгия Флёрова, просто настоящий король элементов. И я все время пытаюсь объяснить своим студентам. Не будет такого, что вы вышли погулять в поле и наткнулись на килограмм Оганессона. Вам невероятно повезет, если вы синтезируете хотя бы 3 или 4 атома этого элемента. А иногда и это не выходит. Вы смотрите на дочерние продукты, обобщаете и предполагаете, что, скорее всего, вот такой элемент должен существовать. Объяснить это, не имея особенных средств для демонстрации, конечно, очень тяжело. Так что мне хочется найти какой-то способ все-таки показать это. Я не уверен, как это сделать, ведь вся проблема в том, что эти элементы можно получить, но они существуют в течение ничтожно маленького количества времени. И это не поменять, потому что чем они больше, тем нестабильнее. В этом и вызов, полагаю. В любом случае, я даю студентам читать большие статьи про Юрия Аганесяна. Он такой свой человек, у него такой же кабинет, как у меня, он сидит за столом, там дикий беспорядок. И тут он открывает новый элемент. Вот это человек. Какую самую тяжелую реакцию или опыт вам довелось провести в жизни, не только в шоу? Самая сложная, с чем мне довелось столкнуться, были две гигантские изомерные молекулы. У них была разница всего в одной химической связи. У них были одни и те же атомы углеводородного соединения. И они были настолько похожи, что разделить их практически невозможно. У нас в буквальном смысле ушли целые недели исследований и расчетов на то, чтобы медленно их разделить. И это был изнуряющий труд, потому что даже разделенные, они содержали в себе частицы друг друга. Наука потрясающая. Наука не всегда невероятное открытие, о котором можно кричать. Наука — это часы и часы и часы повторяющиеся, скучные, однообразные работы, которые просто необходимо сделать. Вызов науке — он в этом. Не в каких-то крупных свершениях, а в умении поворачивать этот рычаг. Спасибо большое. Спасибо. В нас в гостях был профессор Халс Сособовский, преподаватель Брайтонского университета. Оставайтесь с нами, смотрите дневник фестиваля «Наука 0+.» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова